здравствуйте друзья последние там ну не знаю пару дней день но много приходит значит заявок говорят расскажите про то что вот президент трамп решил отменить право на гражданство сша если ты рожден на территории сша на самом деле даже над территории вы например можете лететь на самолете из чили в канаду и когда вы будете пролетать на территории сша если ребенок родился во время пролета над территории сша то он тоже значит имеет право на гражданство сша вот значит есть такое право она действительно привлекает с одной стороны она привлекает сюда там много людей, которые хотели бы родить в США, с тем, чтобы дети потом могли получить гражданство, привлекает не только из, допустим, Российской Федерации или Украины, а привлекает из латиноамериканских стран тоже. Но в основном, как бы не то, что проблема, но вот массовость в этом деле происходит не от того, что люди приходят рожать в США, а происходит потому, что они просто сюда приезжают. Нелегалы, вот в частности. Да, они пережили границу, они живут, годами живут. Половина нелегалов, которые живут в США, вот из этих 11 миллионов, оценка такая, что больше половины живут 10 и больше лет. Понимаете, люди живут, представьте себе, живут люди 10 лет, у них за это время, может быть, уже четверо детей родились, там, или пятеро. И они все уже вот как бы и граждане. Ну, по рождению. Президент Обама пытался сделать еще один декрет, такой свой президентский указ. Он его сделал, но дальше через суд не прошло. Значит, он сделал такой указ, чтобы защитить от депортации не только тех, кого привели сюда в несовершеннолетнем возрасте родители, но защитить от депортации родителей, родителей, дети которых являются гражданами США. Ну, если он там ничего криминального за ним не числится, да, то фактически, если его дети граждане, то депортировать его можно только вместе с детьми гражданами. Поэтому он как бы пытался, значит, защитить их от депортации. Так вот, оценка была 5 миллионов человек. 5 миллионов человек имеют детей, граждан Соединенных Штатов. Вот, как бы, да, такая история. На тот момент имели, сейчас, наверное, больше уже, потому что процесс такой понарастающий идет. И, как бы, желание ограничить, да, гражданство, вот, каким-то более узким кругом людей, оно как бы понятно, но, надо сказать, что никогда этот вопрос не приобретал остроты в обществе. То есть, голоса какие-то иногда были такие, что вот надо бы ограничить, а то вот прутся, понимаешь, все, и так далее. Но, поскольку вообще вопросы эмиграции никогда не были острыми, ну, они были, но не острыми. То есть, не так, чтобы вот там стенка на стенку там по вопросам эмиграции шла. Вот, поэтому так как-то вот никто внимания и не обращал. Теперь, сама мысль о том, что президент может что-то отменить, она как бы наивная очень. Потому что это не может не только президент, но это не может даже Конгресс. Вот, казалось бы, Конгресс принимает законы. Две палаты. Палата представителей, Сенат, они принимают законы. Президент подписывает закон, и он становится законом. Но дело в том, что право на гражданство по рождению не исходит из законов, принятых Конгрессом. Право на гражданство – это 14-я поправка к Конституции США. То есть, это Конституция. Это нужно менять Конституцию. Нельзя сказать, что Конституцию никогда не меняли. Вот там поправок, слава богу, уже есть. Но вот была замечательная поправка, например, о введении сухого закона. А потом, когда стало понятно, что это не к добру, все, отменили эту поправку. Понимаете, что отменить поправку, что принять поправку – это тот же самый процесс. То есть, там нужно существенное большинство в обеих палатах. Это нужно, чтобы там Штаты голосовали на уровне Штатов. То есть, это гораздо-гораздо более сложный процесс. Не только по процедуре, и по времени, и так далее. Но это еще процесс очень сложный. Нужно очень большое единство нации по какому-то вопросу иметь, чтобы принять поправку Конституции, или отменить поправку Конституции, что в процессуальном смысле – то же самое. И почему приняли 14-ю поправку? Потому что, когда после завершения гражданской войны в США встал вопрос о гражданстве, а кто является гражданином? Ну, получается, что рабы освобожденные граждане, они могут голосовать и все такое. Но как понять, кто гражданин и кто нет? Вот какое-то должно быть определение в тот момент. Значит, там были споры. Там не просто так, а там дебаты были, как быть и так далее. Пришли к тому, что если родился в США, значит, гражданин – вот, собственно, и все. То есть, не было такого, чтобы вот они ожидали, что эта поправка будет использована за пределами вот той причины, по которой ее приняли. Ну, поскольку ее приняли, и потом никто не отменял. Она так и сидит там, значит, уже, считай, 150 лет. Вот. Ну и, соответственно, значит, в условиях современного мира, да, значит, она приняла такой интересный оттенок. То есть, есть люди, которые специально едут. А в данном случае Трамп, как человек, как бы высказывающий совершенно открыто абсолютно российские такие вещи, мысли, то есть, он говорит, ну, из-за этого у нас полно вот мексиканцев, которые, латинос, которые с гражданством. Ну, вот, сами подумайте, вот если бы им не давать, этим детям не давать гражданство, насколько бы меньше у нас сейчас было бы латинос. А это плохо. Латинос – это плохо, черные – плохо, мусульмане – плохо, все плохо, либералы – плохо, средства массовой информации – враги народа, и так далее. Вот весь этот комплекс, весь этот набор врагов народа. Да? И, на самом деле, тут, как бы, может быть, не сразу очевидно, но на самом деле очевидно, хотя не все понимают, значит, о врагах народа. Значит, либералы, как бы, либералы – это просто еще одно слово, вместо того, чтобы сказать «евреи». Ну, то есть, понятно, что это не одно и то же, но понятно, что вот все это замутили евреи. Средства массовой информации – это еще одно слово для того, чтобы сказать «евреи», они контролируют, они финансируют, они пишут, они редактора, они владельцы, там, и так далее, и так далее. Это опять евреи. И вот то, что мы сейчас получили, кстати, вот с расстрелом в синагоге, человек его правильно понял. Он сказал «да, и евреи, конечно, евреи, конечно, они за эмиграцию, они все это, ну, опять же, либералы и средства массовой информации, и вообще в целом евреи, вот они за эмиграцию, и вот мы получили то, что мы получили». Это как бы, это было понятно, но вот еще давно, скажем так, задолго до того, как Трамп стал президентом, к чему это все идет. То есть оно в том месте, в другом месте оно должно было выплеснуться. И это как бы, наверное, не последний раз происходит. Так вот, к чему я рассказываю, что «Зачем нам вот эти все мексиканцы, да?» А тут еще «Караван». «Караван» — это, если вы помните песню, у Акуджавы есть такая там «Если вороны в вышине, дело стало быть к войне, что если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит всем на фронт петить». Понимаете? И дальше начинается стрель... Чтобы, значит, ворона убить, надо ружье зарядить, а как станем заряжать, всем захочется стрелять. А когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей ведь пуля все равно, ей попасть бы хоть в кого, хоть в чужого, хоть в своего. Лишь бы всех до одного. Кроме ворона того, стрельнуть некому в него. Вот мы имеем сейчас вот эту ситуацию. Летает ворон. Мы понимаем, ворон летает независимо от войны. Это птица. Она летает, как бы сказать, столетиями. Ну, когда есть война, а когда нет войны. Вот летает ворон. И вдруг говорит, «А-а-а, ворон! Там караван пошел. Вот это ворон». Понимаете? Вот он идет. Значит, чтобы ворона убить, нельзя ружья заряжать. Проводится спецоперация, допустим, по ворону. Но нет. Это мобилизуется общество. Это сразу как бы угроза всей стране. И так далее, и так далее. Я хочу, чтобы вы понимали, на фоне чего идет этот несчастный караван, который там от трех тысяч дорос там чуть ли не до семи. Там, не знаю, сколько их до границы дойдет. Значит, за месяц, за политическим убежищем на границе в США, США с Мексикой, еще раз, за месяц 50 тысяч человек обращаются по поводу политического убежища. Еще примерно 60 тысяч в месяц это люди, которым администрация нынешняя, вот эта вот администрация, выдала визы, и которые не вернулись в свою страну. Две тысячи в месяц. Значит, мы имеем 110 тысяч человек, 110 тысяч человек, которые проникают в страну или так, или сяк. Мы не говорим еще про тех, которые нелегально прошли, это совершенно отдельная история. Понимаете, да? Мы говорим про тех, кто абсолютно регистрировано, документировано, 50 тысяч попросили убежище на границе, еще 60 тысяч прилетели и не улетели, а еще хрен знает сколько, 100 тысяч, 200, 300, мы не знаем. Просто перешли границу, нелегальную. Так вот, на фоне этих сотен тысяч, нам говорят, вот эти там 3-4-5 тысяч, которые, значит, норовят попросить политического убежища, да, значит, вот они, значит, представляют угрозу национальной безопасности. Увидели ворона, сейчас начнут ружья заряжать, всем захотелось стрелять, туда-сюда, а ворон никуда не денется, он так и будет там летать. Он нахрен никому не нужен, этот ворон, потому что задача была, чтобы все друг друга перестреляли. Это все делается именно для того, чтобы все друг друга перестрелять. Тогда можно руководить. Тогда вот это как бы то, как люди идут, приходят в власть. И вот, значит, дальше. Президент не может отменить поправку к институции, Конгресс не может отменить поправку к конституции. Никто не может отменить поправку к конституции, кроме вот того конституционного процесса, который для этого существует, и все. То есть, сама по себе мысль об этом, она просто, ну, как сказать, запредельно смешная. Вот, но вопрос в чем? Ворона можно и не убивать, понимаете? Главное, чтобы все друг друга перестреляли. Главное, выйти, сказать, вот выборы через неделю, мобилизовать своих, как бы, ну, так сказать, полчища мыслителей и поддержщиков, поддержателей конституции, да, вот они должны, значит, то есть, они как бы фактически должны поддержать диктатуру против конституции. То есть, приходит человек, который говорит, на суды начхать, на конгресс начхать. Он это много раз говорил, кстати, это не то, что там, то есть, он постоянно это делает, но вот, значит, просто занятно, что люди, которые считают, что они за конституцию, они фактически вот такого, как бы, диктатора такого маленького поддерживают, который говорит, какая бессмысленная конституция, там, какой бессмысленный там у нас этот конгресс, вот я сейчас своими там указами, что-то такое, но еще раз, ему пофигу, ему главное на выборы, чтобы через неделю люди пришли и проголосовали, потому что у него тут сейчас вообще большие потери в связи с бомбежками этими, с рассылкой бомб и с нападением на синагогу и как бы мало дурачков есть, но не так, не так много, как хотелось бы, и многие люди понимают, что это результат того, той истерии по разжиганию ненависти людей друг к другу, которая является основой, как бы, получения и удержания власти вот этими вот людьми и резко упал там уровень поддержки и так далее, вот пытаются что-то такое сделать, чтобы, значит, ну, еще раз, все, что он говорит, надо воспринимать только в контексте того, что есть выборы и есть группа людей, которые он апеллирует, которые хотят повоевать, которые хотят позаряжать ружья и пострелять, вот, и как бы не понимая, что они лягут, так сказать, в ту же общую могилу, куда они думают, что они сейчас кого-то еще уложат, кроме себя самих, поэтому вот такая, такая вот фигня, то есть, что тут сказать, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok